Писатель и кинодраматург Алексей Солоницын презентуют новую книгу «Верю, надеюсь, люблю». В сборник вошли разные повести. Среди них и историческое исследование о дружеской переписке во времена Великой Отечественной войны Дмитрия Шостаковича и Ивана Солертинского, о котором очень мало известно. Солоницын открыл для читателей неизведанные страницы о советском музыковеде, который повлиял на творчество великого композитора. Солертинский – это уникальный человек. Он знал 24 языка, знал 100 диалектов, был специалист в философии, в оперном искусстве, в балетном искусстве, в литературе. Блистательный оратор был, в филармонию ленинградскую ходили не столько слушать музыку, сколько послушать Солертинского. Презентация стала частью творческого вечера писателя и посвящена его 85-летнему юбилею. За 63 года своей деятельности издано 63 книги Алексея Алексеевича. Он написал 5 романов, 17 повестей, множество рассказов и очерков. По его сценариям снято 50 документальных фильмов. Каждый раз, включаясь Алексея Алексеевича, я начинаю задумываться о своей жизни. А так ли я живу, а так правильно ли я поступаю. Потому что для меня он пример, он как ориентир человека, на которого нужно равняться. Тема разбуженной совести, нравственного подвига, главное в творчестве писателя. И в годы советской власти, и в новейшее время, он неизменно поднимает в своих романах, повестях, рассказах, фильмах темы деятельного добра, способности его героев на жизненный подвиг. Я стараюсь внимательно смотреть, следить за тем, что он пишет, и читаю эти книжки с большим удовольствием. Потому что голос этот, я его всегда слышу, очень неторопливый, очень такой неспешный, взвешенный, очень человеческий. За большой личный вклад в деле духовного просвещения соотечественников Алексей Алексеевич удостоен многих патриарших наград. С юбилеем писателя поздравил и митрополит Самарский Новокубышевский Сергий. Спасибо Алексею Алексеевичу, что мы как можем, делаем совместно, но вы как творчество, повторяем, очень и очень многое сделали. Мне было приятно с вами иметь возможность общаться. Своим гостям Алексей Солоницын представил документальный фильм «Звезда, которую зажгли». В нем он рассказал о своем творческом пути, работе на телевидении, отношениях с братом, заслуженным артистом РСФСР Анатолием Солоницыным, детстве и работе над первой книгой. В этот творческий вечер, который стал частью Международного патриотического фестиваля «Борис Коценко представляет», также на сцену вышли артисты, которые в подарок исполнили любимые песни Алексея Алексеевича. Андрей Горгуленко, Игорь Казановский. События.